Уважаемые любители моих небольших роликов о фотографии, сегодня у нас с вами достаточно интересный такой сюжет, связанный с окончанием тестирования камеры X1D2. Камера замечательная, я уже немного чего говорил, но сначала я хочу ответить на один из вопросов, который был по поводу предыдущего ролика, где я сравнивал эту камеру X1D2 и камеру Hasselblad 907X цифровые с широкоформатной камерой 4 на 5 дюймов. У меня спрашивают зрители, где почитать о том, как управлять плоскостями резкости. Значит, у меня есть две книги. Есть старая книжка «Догор искусства фотографии». Эта книжка вышла в 2009 году, где есть специальный раздел, посвященный как раз уклоном камеры. Это упрощенная, сокращенная часть. Есть еще одна книжка, где я говорю об управлении плоскостями резкости и о тех особенностях, скажем так, изменения освещенности пленки, которые происходят при использовании уклонов камеры. Это здесь специальная глава посвящена, не очень большая. Это книжка формата «Искусство фотографии». Вот здесь специально с примерами посвящено тому, как это делать. Кто хочет, тот может с этим ознакомиться. Вопросов нет. Теперь перейдем, собственно говоря, к авоське и фотокамеру. Действительно, если бы это были советские времена, в авоське ее можно полносить. Хотя, мне кажется, несколько рискованно. Посмотрим на то, как эта камера X1D2 работает в достаточно сложных условиях. Такого, как говорят фотографы, тухлого освещения. В поздней осени, когда ярких красок уже нет, акценты ставить очень трудно. Но, тем не менее, иногда снимать приходится и в таких условиях. Вот вы видите пару снимков речки, которые, собственно говоря, показывают, что камера из матрицы большая замечательно работает по цвету, передовая желто-зеленые оттенки, очень точно. Здесь же сухоцветы, которые стоят, тоже замечательно. Обратите внимание, какое бакео на заднем плане. Береза с тутовиками. Тоже тривиальный сюжет, но, тем не менее, за счет площади кадра и очень аккуратного бакео, то есть заднего плана, мы смотрим достаточно выразительную картинку. Ну, конечно, хочется чего-нибудь животинку поместить в кадр. Ну и вот старенький кобелек, опытный сексуальный маньяк, попозировал. Я сделал пару кадров, на которых, в общем-то, его характер зловредный и его наклонности хорошо видны. Так что можете насладиться. Но самое интересное, эта камера позволяет, как, впрочем, и 907-й Хасельблат, он же позволяет снимать видео на большую матрицу, что очень интересно. И вот посмотрите, те же сюжеты, снятые на большую матрицу в видео. Это, конечно, со штатива снято, но, тем не менее, общее представление вы будете иметь. Как вы видите, видеокартинка ничуть не хуже, чем статичная фотографическая. Она почти ничем не отличается, что крайне важно при цветопередаче сложных объектов. Ну, понятно, что на улице уже особенно не погуляешь, и хочется куда-нибудь не в дальний лес, а куда-нибудь поближе. Ну вот, я прогулялся по парку Лефортово, который, зная уже больше 50 лет, и еще в школьные времена там пил пиво и бегал на стадионе. Так вот, посмотрите на типичную картинку в Лефортовском парке, когда пара рыбаков ловит, там, неизвестно кого, в этих прудах, но, тем не менее, для нас интересно другое. Во-первых, перепад яркости в кадре, а во-вторых, посмотрите, сильно увеличенный верхний левый угол. Он может представлять самостоятельный интерес. То же самое нижней правой, ну, с банками, с подпивой или там еще чего-то. То есть, иначе говоря, большая матрица дает возможность для вакадровки и использования небольших ее фрагментов. Теперь вид на островок Лефортовском парке. Когда-то там была танцплощадка, куда пускали по специальной дорожке с кассой. Ну, я там ловил бычков в свое время на этом островке, а вот сейчас мы его используем для того, чтобы посмотреть, как работает тоже вакадровка в этой камере. Вот общий вид и кусочек, увеличенный с водой, с очень интересными переотражениями, с уточками. Получается довольно красиво, что раскрывает творческие возможности камеры, поскольку вы можете использовать далеко не весь кадр, тем не менее будет прекрасная картинка. Ну, понятно, что вот оградка Лефортовская классическая вдоль воды тоже смотрится очень симпатично, несмотря на огромные контрасты. Камера с этим справляется. Ну, сам парк тоже, он же в городе, и вот на заднем плане виден уже Бауманский институт таким образом. Вы имеете представление о том, насколько это городская зелень, насколько в городе находится этот парк. Ну, и попробовать, конечно, сложные цветовые картинки, такие как лиственница. Вот он, общий план и увеличенный фрагмент лиственницы желтеющий, который дает представление о том, как точно передает желто-зеленые оттенки. В сложнейшей ситуации эта камера. Ну, на мире, если обратиться к мире, посмотреть, то, конечно, цветопередача очень точная. Такая же, как X1D2, так и в 907-м Хасибаре. Тут ничего нового мы не видим. Видим только высокое качество. Ну, и разрешение. 67 пар линий. Однако в цветах, то есть когда у нас мира выбелено, то есть 25% от плотности, эта камера даже работает лучше, чем при 100% контрасте. Это очень важно. Значит, создатели это учли, что раскрывает возможности. Очень качественное, хорошее разрешение при слабом контрасте – это редкость у современных камер. Советую этим воспользоваться. Теперь, конечно, в ноябре месяце, ну, понятно, темно. Ну, вот полюбуйтесь съемкой площади у трех вокзалов при искусственном освещении. Понятно, что большая матрица, конечно, дает крупное зерно, ничего не сделаешь. Тут уж нечего судить строго. Но, тем не менее, общее впечатление получается хорошо. Да и поезд в метро на станции Александровский сад, да и пассажиры и пассажирки некоторые достаточно симпатичные и тоже могут украсить ваши фотографические опыты. Ну и, конечно, без всякого дополнительной подсветки он отлично работает при таком свете, как в вагонах метро. Но при этом понятно, что самое-то интересное и самое сложное – это вид сверху на город, то, что многие любят. Вот Москва-Сити и вечерело. И я сделал несколько кадров из окон, которые дают представление о работе этой камеры на таких уже больших масштабах, на больших пространствах. Мне кажется, это может быть тоже интересно, поскольку матрица вполне с этим справляется без всякого штатива, тем более, что это съемки с рук. То есть здесь никаких чудес нет. Просто я подошел поближе к окну, чтобы не было переотражения, и снял с рук чисто для демонстрации. Но в помещении в основном приходится, конечно, зимой снимать. Тем более в ноябре месяцы с коротким днем. Вот сюжет из конференц-зала института, в котором я работаю на юбилее, как это все выглядит. Тоже с очень незначительной подсветкой, скажем так. То есть свет очень скромный. Ну и не мог бы пройти мимо, конечно, тестирования ирландского виски. Потому что слеза писателя, это мне близко. Поэтому я поучаствовал в этом тестировании. И вот вы видите, как без подготовки снят небольшой натюрморт как раз со слезой, только не писательской, а виски. Поэтому камера работает очень хорошо даже в неподготовленных условиях. То есть то, что мы называем бытовым репортажем. В этом отношении мне очень нравится. И очень приятное во всех отношениях. И, кстати говоря, она в ближайшее время, вот именно эта камера с объективом 45 мм начальной светосилы А4, возвратится на свою историческую родину. В магазин Кутуза Фото, где мне ее дали на тестирование. Так что, поскольку она бывшая в употреблении, далеко не новая камера. Многие могут, так сказать, решившись попробовать, могут ее и приобрести. Тем более, что бэушная камера, она всегда стоит намного дешевле. Она в хорошем, в очень хорошем состоянии и практически готова к употреблению. То есть, советую вам испытать свои силы с этим компактным, удобным, почти домашним бытовым устройством, тем не менее, дающим роскошные по качеству и по результатам кадры. Желаю вам разнообразных фотографических удовольствий, которые, тем не менее, требуют некоторых интеллектуальных и физических усилий. На этом до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok